Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Предчувствие или просто страх смерти? Нагадывает волна, ничего не понимаю, лишь в висках случает ужасающие мысли. Ставлю даты смерти, не могу делать ничего, смотрю на детей, плачу, потом отпускаю, думаю, какая дура, что я думаю, а потом начинается мысль, а ведь не зря, допустим, в голову и по-новому нагадывает, кроме накрывала. Была в больнице, ничего не нашла. Ну, на мой взгляд, вам надо бы к врачу обратиться, к психотерапевту, к клиническому психологу, вот, точнее, к психиатру, либо к клиническому психологу, вот, чтобы вам поставили или опровергили какой-либо, ну, какие-либо проблемы, да, какие-либо подплывки, но то, что вы описываете, похоже, в общем и целом, на паническую атаку достаточно сильную, вот, и на, соответственно, страх смерти. Вот, ну, то есть, другой вопрос, что вам паническая атака и страх смерти несколько различаются, то есть у вас может быть просто очень сильный страх смерти, вот, и это вызывает паническую атаку, например, а может быть страх смерти идёт несколько вот, ну, скажем так, несколько отдельно от панической атаки, то есть здесь нужно смотреть, что и как, так, в первую очередь. Дальше, значит, как появляется страх смерти? Априори это страх неизвестности, то есть недоверие в себя, то есть недоверие в себя, то есть невозможность положиться на себя, свои ощущения, вот. Часто, довольно часто, проистикает как результат неслободности, ну, чувство неслободы, ощущение неслободы, и желание вырваться из, ну, вот из-за вот этого самого чувства неслободы. когда я себя чувствую запертым, условно говоря, вот, ну, например, в клетку, да, чувствую себя запертым. Не знаю, как мне вырваться, как мне выйти из этого, да, то есть, ну, как-то вот разорвать, например, например, там, порочный круг, и так далее. Чувствую, что, например, кто-то меня душит, душит, а вот, и, не знаю, как мне справляться с этим. Вот. Тут вот. Такой аспект, вот, в этом, в этом смысле. Вот, ну, может быть, это и агрессия, некоторая. Да, да. Вот. Ваша вот, ваше, агрессия. Агрессия. По отношению, там, к тем же детям, вот, которых вы можете вставить, вот, ну, как бы, во главе угла, да, например, например. То есть, если вы живете только ради детей, если вы сами никак не, там, условно говоря, да, если вы сами никак не добиваетесь, если вы сами не получаете какого-то удовольствия от жизни, вот, то будет накапливаться как раз, вот, в определенной степени негатив, вот, будет накапливаться накапливаться в определенной степени неудовлетворенность, вот, и как результат вам будет достаточно тяжело, ну, вот, в этой ситуации находиться, да, как бы, будет, ну, достаточно трудно, трудно находить. Поэтому, тут вот, нужно этот момент понимать, вот, нужно этот момент учитывать, что если вы себя ограничиваете, вот, если вы себя ограничиваете, ну, скажем так, достаточно сильно, достаточно серьезно, вот, например, то, в общем, в целом подобные мысли будут появляться, вот, а, как результат вот, вот, это самая неудовлетворенность ваша, понимаете, да, какая, ну, какая штука тут получает, неудовлетворенность вот, вот, поэтому ситуация, ситуация, вот, ну, ситуация может быть, вот, в таком, в таком ключе, в таком, аспекте, может, проявляться, тебя, вот, это может быть связано и с, в определенной степени мистическим, таким, вот, представлением о смерти, то есть, вот, когда человеком, да, там, грубо говоря, смерть, там, воспринимается, ассоциируется с чем-то, таким, вот, ужасным, чем-то страшным, вот, такое, вот, в принципе, тоже, бывает, в известной, степени, степени, поэтому вам страх, нужно предметить ваш страх, если вы, к примеру, боитесь, что ваши дети останутся без вас, да, то есть, вы очень сильно боитесь за детей, то это, свободе от них и перенос, перенос на детей, в общем-то, свое стало, то есть, вам в глубине души хочется немножко освободиться от них, да, вы себе это запрещаете, и, соответственно, это принимает такую вот форму, то есть, на что бы я обратил внимание, это на выстраивание, ну, отделение какого-то, да, себя от самых близких людей, я не знаю, если у вас мужчина, отец детей, или, просто мужчина, но, тем не менее, вполне вероятно, что это вот усталость, свобода, чисто жертвенности, вот, так вот, поэтому, такая вот история. Навязчивость, навязчивость, ну, навязчивые мысли, часто связывают с, потребностями, то есть, это когда, человек от чего-нибудь задумает, постоянно, и не может контролировать свои мысли, это по какой-то потребности, не всегда она, это потребность, как-то вот ясна сразу, ну, сразу или со стороны, вот не всегда она ясна, но, если этим, как бы, ну, если этим заниматься, да, если этим заниматься, если это исследовать, вот, то, в общем и целом, можно как-то предположить, да, предположить можно, вот, и понять, что это такое вообще с вами происходит. Вот как-то так. на этом все, надеюсь, попомог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, и желаю вам всего самого доброго, и удачи, обращайтесь за помощью. и удачи.